Священник токонизировал часовую. Был бомжом, купил Феррари. Вас видят, вас знают и прекрасно понимают, откуда какие идут вот эти денежные потоки. Почему я должен вам доверять? Самый главный вопрос. Мы русские. Взяли взятку, дали. Давай, до свидания. Костырь, который может сломаться, а может не сломаться. Нанял дропов, эти дропы ему передали. Глушилку поставили, GPS сломал. Сыпчай и не работает. Два звонка мне привезли, наличные. Может быть, даже это незаконно в этой стране. Африканец может купить партию трусов. Их нет. Хотите вы украсть у соседа, тогда пойдите просто украдите. Что, вы изобретаете какие-то мелкоины? Делаю, что хочу. Ну, потому что сходить с бумажками в 21 веке, это какая-то фигня. Друзья, я вас приветствую. Вы смотрите подкаст «Футуром общества и бизнес». И у нас в студии присутствуют сегодня спикеры, эксперты. Основатель агентства Neiroverse и президент ассоциации онлайн и блокчейн юристов Анжелика Матушкина. Здравствуйте, Анжелика. Добрый день. Рада вас приветствовать на втором подкасте. А также директор по развитию Ракиб, предприниматель Павел Гудимов. Здравствуйте, Павел. Да, добрый день. В прошлом подкасте мы с вами говорили об том, как блокчейн может проявлять себя в масштабу государства. Тема нашей второй программы «Технология блокчейна в бизнесе». Как я уже сказал, Павел у нас является в первую очередь предпринимателем. И потому первый мой вопрос я адресую Павлу. Павел, скажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, конкурентные преимущества может дать блокчейн бизнесу? Я бы, наверное, не так-то, не конкурентные преимущества, а какие продукты бизнесу могли бы быть полезны в долгой перспективе? В короткой перспективе, сразу скажу, любая там блокчейн история до сих пор работает как маркетинг, что мы прогрессивная компания, делаем классные технологии и так далее. Что касается полезные кейсы, ну вот я бы сказал, что цифровизация любых активов – это очень полезный классный кейс, потому что это приближает мир к так называемой абсолютной рыночной экономике. То есть, когда к любому товару есть у большего количества людей доступ, его цена более объективна. То есть, она может быть меньше, больше там и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что через децентрализованные технологии условные африканец может купить фьючерс Газпрома, это очень прикольная история, которая в большей степени позволит реальным каким-то активам вырасти. И второе, чтобы я сказал, что, наверное, супер важно, это когда внедрятся так называемые децентрализованные биржи. Вот эти два кейса, которые в моем понимании супер полезны классическому бизнесу. Есть еще другой тип бизнеса – это онлайн бизнес. И, соответственно, если и когда у нас появятся технологии блокчейна, которые в виртуальных мирах закрепят за нами какие-то права, это, наверное, тоже полезный кейс. Пока что из всего другого, а я очень много проектов изучил, я, честно говоря, не вижу полезности вот так называемого веб-3 больше нигде. В моем понимании очень много веб-3 продуктов перераздута, и их полезность для бизнеса и для людей в целом переоценена. Хорошо, Анжелика, а расскажите вы, допустим, существуют блокчейн-технологии, которые существуют по факту сами по себе как таковые, но чтобы бизнес начал с ними взаимодействовать, нужно, чтобы те или иные процессы были хорошо прописаны именно в правовом поле. Расскажите, пожалуйста, что мешает на данный момент внедрению реально работающих и получения проектов для того, чтобы бизнес их стал активно использовать? Для нормального бизнеса всегда имеет значение выгода внедрения чего-то нового. Что мешает, это первое, целесообразность, а второе, это готовность людей идти во что-то новое. Как таковые прямые выгоды для бизнеса в текущих условиях, для обыкновенного классического, их нет. К нам, как к юристам, особенно в последнее время, идет много обращений. А как через цифровые валюты можно взаимодействовать с другими странами? Как можно этот механизм использовать для обмена продукцией? Потому что напрямую платить криптовалютами нельзя, цифровыми валютами нельзя, это имущество. А какие есть другие возможности и способы для того, чтобы эти процедуры были произведены? И второй запрос, это как раз идет от майнинговых организаций. Как эту всю историю сделать легальным и в плоскости нашей страны? Что касается предыдущего вопроса Павлова, который вы задали, по поводу применения практического. Я знаю примеры из онлайн, курсы, которые обучали цифровым валютам. Они использовали NFT именно как возможность доступа к обучению. Это прям тоже реальный кейс, когда продавались запасы доступа к обучению. И дальше эти пассы перепродавались, и вот эта royalty как раз-таки поступала в том числе и первоначальному продавцу. Такой кейс был, и мне кажется, что это одно из направлений. Можно его, к примеру, скажу? То же самое же можно было условно передаваемый сертификат. Там что дает крипта вот этому кейсу? Вот как будто бы это все-таки высосано из пальца. Автоматический доступ. То есть, когда я продавец и сделала этот пасс, и я его отдала уже, я об этом больше не думаю. Они сами его передают, они сами этот доступ получают, и я получаю оттуда только royalty. А если это сертификат, он приходит в мою команду. Он у меня там на гид-курсе будет оформляться. Мне нужно переоформлять эти доступы. Ну, то есть, эта нагрузка идет на мою команду, на мою систему. Ну, а если электронные ЦП, сейчас же есть электронные ЦП, которые ты в приложение загоняешь. Для большинства, вот кто онлайн-эксперты, онлайн-маркетологи, для них ЦП и NFT примерно на равных. Я вот подчеркну, что многим предпринимателям советую не верить в эти истории, что придет к вам какой-то маркетолог, и скажем, мы сделаем новый кейс, вы будете по-другому продавать. То же самое реализуется и без этого. То есть, если вы сделали оригинальный маркетинг, его можно было и старыми технологиями сделать без всяких блокчейнов. Ну, здесь мы не про маркетинг, а именно про реализацию. Ну, это же новый продукт они типа организовали. Перепродаваемый курс. Да, но поскольку была аудитория крипто, вот крипто-крипто, для них это была понятная история. Для них вот хорошо все зашло. В перспективе все-таки вот именно NFT, я думаю, будет использоваться как билеты, как клубные карты, как доступ. Нет, однозначно. Паспорт это вообще суперполезно, супернужно. Ну, потому что сходить с бумажками в 21 веке, ну, это какая-то фигня полная. У нас, кстати, есть кейс. У меня лично мы поставили на баланс ассоциации цифровую валюту как имущество. Мы провели такую сделку, и у нас прошла все проверки, и никаких вопросов не возникло. Цифровые валюты именно как имущество могут разгрузить какие-то вопросы бизнеса. Потому что, например, выплата дивидендов в цифровых валютах тоже возможна. Самое главное для бизнеса – это наличка, да, вот самый такой сложный вопрос. Можно какие-то процессы реализовывать через цифровые валюты и согласно законам нашей страны. А как вы помогаете вашим клиентам, которые обращаются к вам с просьбой расплатиться при трансграничных каких-то переводах? Вы сами обозначили, что нынешние криптовалюты – это, в общем, преимущество, по большому счету. Может быть, применимы с тейблкоином, да, то же самое, юзит. Платить криптовалютой, цифровой валютой ЦФА нельзя. Это четко написано, и ничего другого здесь я не скажу. Даже с тейблкоином. Я вам расскажу. Вот мы асики возим, и у нас прикольный такой кейс в этом плане. В чем? Потому что наш получатель в целом, он совсем с любого покупателя в мире берет за свой товар только в USDT. Это производители майнингового оборудования. То есть, в целом, конечно, можно через костыли как-то попытаться заплатить на банковский счет в Сингапуре, но они сильно противятся каждый раз, когда ты говоришь, а можно, я там вам отправлю банковский платеж. И у нас эта история стояла еще до того, как начались какие-то санкционные движения о том, а как же сделать так, чтобы ты забезнал, купил где-то USDT, чтобы поставить туда. И на самом деле решение, оно как было, так и есть. Мы де юра платим кому-то за товар, а по факту нам не товар, дают о USDT. Но так как я товар завожу, у меня дисбаланса никакого не возникает. С точки зрения государства я ничего не нарушил. Сейчас эта история будет изменена. Я в прошлом подкасте уже говорил, что задача принятия закона о майнинге была, чтобы предоставить ликвидность для платежей классическому бизнесу. То есть эта история изменится, условно будет а-ля финтех. Ты приходишь в организацию и говоришь такой, вот мой безнал, куда дайте мне счет, вам выставляют счет, оплачиваете. И в ответ они выполняют ваше платежное поручение в крипте куда-то. Ладно, я знаю, как купить что-то в Китае. Сегодня я с криптой понимаю, куда пойти, так чтобы меня не обманули, чтобы отправить, например, миллион долларов и не получить фигу в ответ. А представим себе обычный предприниматель, не очень большого уровня. Он занимается торговлей на какой-нибудь Вайлдберсе, возит с Китая какой-нибудь товар, и у него там платеж на 10 тысяч долларов. Вот куда ему в целом сегодня пойти для того, чтобы осуществить платеж в Китае? В итоге, во что это превращается? Они обналиваются, берут кэш, идут в обменник, тратят на всю эту транзакционную деятельность около 15% денег. И вот они потом берут эту USDT, туда что-то там отправляют, там какой-нибудь еще один посредник, еще взял какие-нибудь комиссии. И в итоге, чтобы заплатить за партию трусов, ты отдаешь 25% денег. И то, что государство сюда приходит и дает инструментарий, это вообще супер. Это говорит о том, что криптовалюта все больше и больше будет с каждым годом? Я думаю, что большинство будет. Вот это он такой, крипто это ваши. Они такие, вот платеж мне сделаете, вот сюда, вот инвойс вам. Для нескольких компаний мы описывали систему, как поставить криптовалюту на баланс, как имущество. И дальше ей дается соответствующая стоимость. И как раз-таки по обмену здесь возможно обмен товара на товар. Ну, простым языком, если говорить. Это не платеж, она допускается. Бартерная сделка типа. Да, да, да. Где мы везде цену проставляем соответствующую и проводим. Да, блокчейн – современная технология, но мы, как в старые времена, меняем быка на мешок зерна. Стулья. Я люблю говорить, шкафы и стулья. Да, вот мы тут поставили стулья, поменяли там на шкафы. Ну, вместо стульев – цифровая валюта. Я надеюсь, что еще, помимо прочего, например, ну, представимся, что какой-нибудь Лукоил начнет продавать свою нефть за крипту. Ликвидности майнеров, к сожалению, не хватит для российского международного товара обмена. Я бы рад сказать, что у нас там какие-то мы большие деньги оборачиваем, но в рамках там копье какое-то. 3% от обмена мы можем майнеры обеспечить. Ну, 7%. Дальше вопрос, а откуда еще кубышка будет наполняться криптой? Соответственно, ее кто-то должен наполнять. Появится какая-то биржа, да? Есть же ликвидность, откуда-то надо взять. Обещали, обещали, что появится. Есть же ликвидность, откуда-то надо будет взять криптовалютную. Такое большое вопросик, где они ее возьмут? Да, реально могут сказать, что, например, часть этого, там, нефтяники могут заставить, что... Ну, соответственно, они туда крипту, да, на эту валютную биржу. Кто-то встречкой, кому надо крипту, купил крипту, появился рубль на балансе, отправили условному Лукоилу его рубли, а этот получил, возможно, для платежа туда-обратно. Ну, биржа вообще-то ведь в чем смысл? Биржа сокращает... Вот сегодняшнее плечо, как я и сказал, кто-то за 1%, может, а кто-то за 25% появляется биржа. И все мы такие, оп, получаем вот эти примерно условия. Это прекрасно. Любая биржа – это очень хорошо. Павел, мы много говорили о блокчейне биткоина, но есть, да, второй по капитализации блокчейн – эфир. И он, в принципе, выстрелил, стал популярным во многом благодаря эпохе ICO, которая немножко в прошлое ушла, но также за счет использования на этом блокчейне именно смарт-контрактор. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это такое и чем смарт-контракт отличается от обычного контракта. Смарт-контракт – это юриспруденция в цифровом виде. Вопрос в том, как контролировать определенные поинты, исполнение тех или иных обязательств, если они происходят в реальном мире. Поэтому сегодня сложность. Одна из наиболее, наверное, прикольных методологий применения смарт-контрактов, которые я себе вижу, в совмещении, например, BIM-технологий. BIM – это использование Building Information Model, называется это, перешифровывается. То есть, когда создают информационную модель какого-то здания, и можно сопоставить 3D-модель с реальным объектом. Например, ты фоточку сделаешь, что труба проложена, сопоставилась, о, все, там, деньги на счет ушли. Но до этого надо еще, чтобы прошло время. В кейсах, например, факта поставки чего-либо, очень много было хайпа вокруг. Давайте отслеживать все там транзакции и все поставки через блокчейн. Кто-то же должен все равно навести на вот этот условный QR-код, а он не навел, и все этот смарт-контракт нарушился. То есть, кто контролирует тот факт, что информация, попавшая в блокчейн, она является подлинной. Те же живые люди, которые могут также и в обычных документах... И система, которая выстраивается. То есть, когда мы связываем что-то, реальный мир с смарт-контрактами, ну, такая очень проблемастичная история, то есть, которая идейно как будто бы прикольная. Ты на землю спускаешься, там, ему взяли взятку, дали, он не сфоткал QR-код и все. На самом деле, там не только, там нет такого, что здесь блокчейн, а здесь вот этот вот человек, который сфоткал, не сфоткал. Между блокчейном и человеком, который должен этот QR-код. Есть системы специальные. Например, когда еду перевозят, яблоки здесь вот упаковали в коробку, поставили QR-код, и внутрь, например, коробки кладутся системы отслеживания, температуры, влажности. И когда приезжает на другой пункт, и человек, например, хочет там подменить или другую коробку поставить, то датчик... Там глушилку поставили, GPS сломался и все, и не работает. Для того, чтобы соединить систему блокчейна и вот этого человека, выстраиваются такие системы, она не одна. Там есть еще другие системы, которые отслеживают. Понятное дело, что это не идеально, мы уже это обсуждаем. Короче, пока что смарт-контракт, связь между реальным миром и цифровым, он несостоятельная концепция сама по себе. Абсолютно верно, абсолютно. В юридическом поле такого понятия, как смарт-контракт, вообще нет и нельзя никак в него опираться. Его не то, что нет. Проблема в том, что оно не может работать, оно не дает вообще никаких доп. преимуществ. Старая бумажка ничем не хуже, но самое главное, что ты приходишь в суд, тебе надо, получается, в суд программиста посадить, чтобы он разобрался. В суду еще надо это все объяснить, доказать. Ну, то есть как будто бы абсолютно неполезно. Еще раз, вот смотрите, если у нас идет речь о связи блокчейна и физического мира... Не работает. ...между очень много систем для того, чтобы это хоть как-то работало. Костыль, который может сломаться, а может не сломаться. То есть доп преимуществ не дает? Очень важно помнить про три слоя мира. И когда мы идем в юридическую составляющую, когда мы, как люди, которые с этим взаимодействуем, проходим еще два слоя мира, все равно мы их проходим. Мы когда приобретаем что-то там в блокчейне, мы приобретаем это на сайте. И были такие кейсы, ко мне приходили на консультации, когда вроде что-то купили в блокчейне на сайте, а потом читаешь документацию на сайте, а там, условно говоря, делаю, что хочу, меняю, что хочу. И вот это важно помнить, что нет прямого вот такого взаимодействия для обычного физического лица, когда я здесь, а вот тут мой блокчейн, он работает. Мы все проходим через вот эти слои мира, и нужно понимать, что везде есть документация, которая описывает ваши действия. Только если мы остаемся внутри вот этой вот цифровой платформы, только там это может работать. Вот метаверсы, вот когда метавселенные появятся в каком-то виде, когда они наполнятся каким-то смыслом, целесообразностью, вот в этих мирах смарт-контракты безусловно будут работать. На чем спекулирует большинство мошенников, они пытаются блокчейн сказать, что это какая-то штука, которая вас обезопасивает в реальном мире. Ничего не дает, вообще никакой там связи нету. Хотят обмануть, хоть с блокчейном, хоть без блокчейна там обманут. Надо это понимать. Мы сейчас поговорили о цифровизации, и Павел в начале нашего подкаста тоже минула цифровизация. Цифровизация, она же токенизация. Можно чуть поподробнее об этом процессе, как объекты физического мира попадают в блокчейн? Буквально два дня назад прочитал новость о том, как в США некий тамошний пастор, священник токенизировал часовню. Любая компания может выпустить свои акции. В России, если я не ошибаюсь, именно Центробанк регулирует вопрос, как ты выходишь и становишься публично-акционерным обществом. И только токен, выпущенный с похожей процедурой, имеет ценность. Потому что если это просто токен, который там какой-то предприниматель тебе пообещал, что за ним что-то закреплено, если в государственной, вот этой страны, где ты получаешь актив, это не указано, что это имеет ценность, значит, это ничего не несет от собой. Это пустышка. У нас сегодня в России вот этот закон о ЦФА прикольный. То есть в целом надо понимать, что вот эти вот ЦФА, которые выпущены, они не блокчейновские, к сожалению. Я с ними общалась, и они проводили определенные процедуры, но там ценник миллиона долларов вообще имел в принципе эту операцию. Но пока не все внутренние были. Токен выпустить вообще на самом деле вот так, это очень просто. Просто как обвязаться? Обеспечить. Обеспечить и получить определенное государственное лицензирование, назовем это простым словом, это все равно останется процедурой. А без этой процедуры, говорят о том, что ой, как классно, можно там зафандрайзить денег. Можно, но вопрос в том, что фандрайзят деньги очень часто на маркетинге. Ну вот сегодня вот очень популярная тема мемкоинов. А я всем не забываю сказать про то, что это с одной стороны пирамида, а с другой стороны, поймите, это та штука, в которую просто кто-то несет деньги. Если вы на мемкоине заработали, значит, вы у кого-то забрали деньги. Хотите вы украсть там у соседа денег? Ну, тогда пойдите просто украдите. Чего вы изобретаете какие-то мемкоины? Криптоанархисты, которые сидят только в цифровых валютах, оттуда никуда не выходят. Да, их, может быть, никто не увидит. Но за ними никто и не пойдет, потому что они никому не нужны. Как только вы выходите в фиат, рубли, там, другую какую-то валюту, все, вас видят, вас знают и прекрасно понимают, откуда какие идут вот эти денежные потоки. Но просто вы пока не интересны. Но это не значит, что там через пять лет, например, не станете интересны. Если вы только там сидите, вот в цифровой валюты, никуда не выходили, там какими-то скрытыми путями ее приобретали, ок, сидите, вас никто даже не пойдет искать. Только вы выходите в фиатные денежные средства, начинаете на них что-то покупать, куда-то их вкладывать, кому-то переводить, все это сразу. В Феррари все на заскамленные деньги брать. Все, вас поймали. Был бомжом, купил Феррари. Но есть же тысячи магазинов, где можно расплачиваться криптовалютами. Физически вы получаете объект. Вы же не остаетесь в виртуальном пространстве. А почему смарт-контракты, причем тут в данном контексте? Ну, то есть вы сразу получили что-то. Просто если говорить не о юрлице, а о физическом лице, человек, который сидит плотно в криптовалютах, может ли он не выходить в фиат какой-то, просто расплачиваться криптовалютами, получать, например, по почте, например, все, почта, тебя поймали. Физические блага. Ну, конечно. Он получает какой-то физический объект. И это уже отслеживается. Конечно. Нет, ну можно мы вообще пойдем в конспирологию, нанял дропов, эти дропы ему передали, и это вообще просто чистый darknet. Для чего это приобретают? Для того, чтобы пользоваться благами в реальном мире. Как только ты пользуешься, оплатил даже на R&B. Ну, ты же поехал туда и отдыхаешь, да? И это все отслеживается по всем соцсетям. А если просто с криптокошельком в другую страну, в другой стране что-то приобретать? Как ты поехал? На какие деньги билет ты в эту другую страну купил? Билеты сейчас уже... Билет можно подработать дворниками и с миллионом тезеров. У нас один из самых лояльных законов к криптовалютчикам. Ко мне приходили на консультацию из Америки, из Европы, и все хотели, а как можно нам сделать так, чтобы платить налоги по российскому законодательству? У них обязательно идет декларирование цифровых валют. У них обязательно идет расчет на это и выплаты налогов. Там ты даешь декларацию с тем, что у вас есть обязательно. У нас пока мы даем декларацию только если вы вышли из цифровых валют и получили фиатные денежные средства. Поэтому подработал дворником, поехал в другую страну с миллионом. Не обязательно даже дворником. Объективно, сегодня мы русские. У меня карта Мир. Приехала я даже в Казахстан, моя карта Мир бесполезна. Крипта очень классный способ для туризма. Надо понимать, что сегодня вообще через крипту очень много кто ездит в Таиланд отдыхать и так далее. Обычные люди, которые с криптой никогда не ассоциировались, не хотят и не будут ассоциироваться. Благодаря крипте они, по крайней мере, раньше с собой доллар брали наличный. Сейчас, извините, 10 тысяч долларов – это максимум, что с собой можно взять, не задекларировав. А 10 тысяч долларов на самом деле сегодня на отдыхе не самые большие деньги уже. И в данном случае мы, как физические лица, по законам Российской Федерации, можем владеть криптовалютой. Нам это никто не запрещает. Мы можем совершать с ней операцию. Мы можем ее покупать, мы можем ее продавать. И здесь нет никаких запретов, поэтому можем этим пользоваться. Я прям с удовольствием пользовался. Я в Казахстан поехал, я думал, честно говоря, в Казахстане работает карта Мир. Приехал такой, пи-пим, у вас мир, давай, до свидания. Слава богу, я из криптокомьюнити. Два звонка мне привезли, наличные. Может быть, даже это незаконно в этой стране. Насколько я знаю, в Казахстане запрещено осуществлять оборот. Но так как мне просто друзья привезли, то, по крайней мере, у меня вопрос решился. В общем, что в первом нашем подкачестве, во втором мы говорим о том, что блокчейн переводчик почему-то используется в нашей жизни именно как средство расчета платежей какие-то. Пока да. Разграниченные. А вот как о технологии. Как о технологии, она переоценена. Да, достаточно сырые. Вот и самые прослойки, которые... Ну, честно говоря, кажется, блокчейн – это технология верхнего межгосударственного уровня. Даже людям она объективно бы стала не нужна, если бы то, что мы на прошлом подкасте говорили, вот резерв через биткоин. Пусть будет у меня CBDC рубль. Ну, я там поехал за границ. Пусть у меня будет рубль. И классно было бы, если бы я не изобретал, как мне конвертировать какой-то рубль. Я просто приехал с CBDC рублем на счету и начал там платить какой-нибудь обычной карточкой. И там все это принимают. И такие, да мы спокойно это примем, потому что мы это можем конвертировать в условный резерв, который за ним стоит. А не то, что мы сейчас какие-то изобретаем велосипеды, как нам чё пивыти в какой-нибудь тубрик иностранный из нашего тубрика. Ну, такое себе. Это много было проектов, где стейблкоины были подкреплены чем-то реальным. Нефтью, золотом. Но по факту получилось что-то из этого. Известно, что это положительный кейс. Золотом это тот же кейс, что в Америке. Он уже себя дискредитировал 45 лет назад. То же самое нефтью дискредитировал 45 лет назад. То есть пока... ЦФАшки сейчас как раз вот есть же у нас 5 компаний или нет уже даже больше, которые они... Операторов имеете. Операторов, операторов. По-моему, 11 уже. Да, я говорю, что их уже больше. 5 это в начале они были. Но они между собой проводят сделки. Проблема в том, что вот эти вот ЦФА, которые они выпускают, не блокчейн. Соответственно, гражданам одной страны непонятно, почему они должны этому доверять. А почему не блокчейн, вы говорите? Позиционируется именно как третья форма денег на блокчейне. Не пусть и... Просто он централизованный, наверное, блокчейн. Атомайз, а не на блокчейн. Это аксимарон. А что такое блокчейн? Мы начинали в прошлом году. Валидатор должен быть. Ну, ладно, окей. Блокчейн, но не децентрализованный. Да, нет, конечно. Это взяли и мечта, которая... Да, да, да. Нет, конечно. То есть, это блокчейн, но абсолютно, который не несет себе ту идеологическую ценность изначально. То есть, когда, условно, мы говорим о том, что я выпустил, например, ЦФА на платформе с Берой, они выпустили свой, насколько я знаю, какой-то блокчейн, который синхронизируется каким-то образом с Этериумом. Вроде прикольно, а с другой стороны, все равно, вот вы единственный валидатор. Ну, как я... Конечно. И почему я должен вам доверять самый главный вопрос? В любом случае, это очень хорошо, что хоть что-то есть. Пусть они позанимаются, проверят гипотезы, потестируют. И когда они поймут, что им это нужно, сделают из этого уже такой вот продукт, как хочется. Прогресс есть. Не во всех странах даже закон о ЦФА принят. Вот закон о майнинге в нашей стране вообще принят, на мой взгляд, лучший. Я работал, чтобы он таким был. Он таким получился. Он хороший, да. Не берут налоги, пока не заработал. Это очень хорошо. В Казахстане не так, в Узбекистане не так. Хорошее место, такая мажорная нота, чтобы здесь именно поставить многоточие, не точку. Спасибо вам за ваше экспертное мнение. И увидимся мы уже в следующем нашем подкасте, где мы будем разговаривать о технологии блокчейна и насколько она применима к простому человеку. Друзья, вам спасибо за просмотр. Не забывайте делать то, что нужно делать. Каждому добропорядочному слушателю нашего канала поставить лайк, колокольчик и подписаться на канал. Ну и до скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...